Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня мы будем говорить вновь о наших книгах. Друкарня снова возвращается после небольшого перерыва. И будем говорить о том, что произошло у нас в инфодайвинге за этот период работы. А у нас новостей много по книгам. Во-первых, ушла наша книга инфодайвинг. Знания уже в печати и уже выходит из печати. Более того, по знанию очень много предзаказов. Спасибо вам большое, кто так быстро отреагировал. И за первый день пришло очень много предзаказов, поэтому мы их подпишем все. Необещанные 10 книг намного больше. Вот и всем, кто нам писал и просил автографы, всем будут разосланы книги с автографами. Мы их ждем уже. Уже вот они должны со дня на день поступить. Но у нас книга инфодайвинг глубина ушла в коррекцию. В коррекцию, я так понимаю, уже время к ее подготовке к печати уже стремительно сокращается. И при этом книга по чату мам Александра Зайцева вышла из верстки и уходит в печать. Но уходит в печать, тут немножко будет небольшая задержка, потому что из печати не вышло знания. Мы загрузили работой типографию, она реально не справляется с нашими заказами. Она уже работает только на нас. Поэтому о новой мы менять не хотим. Нам очень нравится типография. Кроме того, нам нравится то положение, в котором мы оказались по отношению к этой типографии. Нам хочется, чтобы она выжила в период кризиса. Нам хочется, чтобы в Беларуси это издательство, не издательство, именно типография сохранилась. Потому что там работают люди с ограниченными возможностями. И в принципе такая, ну это даже не поддержка. Это просто, просто нормальное взаимодействие людей бизнеса для того, чтобы эта отрасль тоже работала. Чтобы сохранились рабочие места. Чтобы сохранились рабочие места. Нам это нравится. Нам это нравится, потому что это происходит у нас в стране, и нам хочется, чтобы это здесь было. Вот поэтому, возможно, нам придется чуть-чуть подождать, когда предыдущий заказ будет доделан до конца. И дальше мы уже будем смотреть. Потому что оказывается, мы быстрее пишем, чем они сдают. Ну реально, мы за этот год очень производительно поработали. На эту тему уже начинают ходить шутки. Но шутки шутками, а книги очень глубокие. Очень. И книга «Инфодайнг. Парадоксальное восприятие», так как на нее у нас было очень много материала за этот год, собрано, да. Он не был описан, но были сделаны заметки, на какие тематики дальше пойдут материалы в эту книгу. И мы... Уже ее приличной части написано, на самом деле. Вот. Но мы сейчас находимся в таком наблюдении и осознавании, насколько она может быть выдана на широкую аудиторию. Потому что, действительно, к этому парадоксальному восприятию, вот о нем бы я и хотела сегодня, на самом деле, поговорить не столько о книгах, сколько об этом виде восприятия. Никто никогда не произносил слух фразу «парадоксальное восприятие». Для человека, который вообще не привык управлять восприятием, замечу фразу «управление восприятием», если вы прогуглите, вы сразу попадаете на нашу первую книгу. Вот на эту книгу, которая была издана еще до инфодайинга, то есть как систематизация объективного восприятия. И также парадоксальное восприятие. То есть, также парадоксальное восприятие – это систематизация субъективного восприятия. Если управление восприятием – это речь идет о внешнем, об объективном восприятии, где приведены в систему практики, наработки и так далее, гипноз с таблицами и таблицей Коткова и так далее, с состояниями, все это приведено в систему. То есть, это как учебник – бери и изучай объективное восприятие. То парадоксальное восприятие – это субъективное восприятие. И к нему прийти – это целый путь, достаточно сложный – от объективного до субъективного, до входа вовнутрь. И дальше это восприятие имеет свои особенности. Во-первых, оно физиологически отражается на теле. Каким образом оно отражается на теле? Тело не совершает лишних движений, пустых. Тело не бегает в пустую для того, чтобы достичь какого-то результата. Но если этот результат тело запрашивает, то дальше очень четко выстраивается точное попадание в цель, без лишних движений. И в этом восприятии ты видишь людей насквозь. Вот это вторая часть, причем сразу. И причем ты видишь их настолько насквозь, что это может мешать жить. То есть, к этому надо подготовиться. Когда ты видишь человека… Знаете, одно дело – ложь, изворотливость или еще что-то. Но ты видишь, и ты учишься. То есть, весь путь в субъективное – это ты учишься принимать людей как себя, не осуждая, не критикуя. Ты просто принимаешь, что человек – это я, но я играю вот так. И этому надо научиться, чтобы вообще войти в это восприятие. Но когда вот ты уже осознал точку «мы», «мы Бог», да, она осознанно, не просто понята, а осознанно. Когда каждая клеточка твоего тела чувствует другого человека и может чувствовать при определенном погружении в себя практически точно так же, как себя, то вот в этих восприятиях надо научиться жить и надо научиться воспринимать реальность целостно, одновременно видя и реальность из-за зеркалья. Когда ты видишь все сразу, когда ты видишь плохое – хорошее, когда ты видишь подмены, когда ты видишь извороты ума, когда ты видишь ограничения, когда ты… И это все не осуждается, не критикуется, ты видишь в этом гармонию. И очень сложно даже эти вещи положить на слова. Какие-то отдельные вещи по парадоксальному восприятию мы выдаем сейчас в роликах. Мы выдаем под углом из реальности то, что вот человек, заигрываясь во внешнем восприятии, видит как помощь, например, он слышит совет какого-то психолога, тот говорит «поступи так, так, так». Но если мы видим картину целостно, то мы сразу видим, что вот это, если он так поступает, то его жизнь катится по наклонной вниз и будет разрушение, например, развал семейных отношений и так далее. То есть эта точка, она уже видна. И не надо проживать опыт для того, чтобы это видеть, это уже очевидно. Вот это восприятие, когда очевидны все последствия, когда в моменте здесь и сейчас ты знаешь, чем это закончится. То есть ты открыл книжку, она уже прочитана, ты знаешь концовку. И тогда нет смысла читать всю остальную беготню. Это как опыт. Опыт, который ты сам прошел уже. Вот это по типу такого. Именно так, когда человек сам, ведь и то даже, прошу заметить, не всегда наступает на грабли. Но тут не об этом. Получается, что для того, чтобы войти в это восприятие, надо, чтобы у тебя на флешке с жизненным опытом было осознанно очень много опытов. Именно ключевое осознанно. И все они были твоими. Можно учиться самому на своих ошибках, как проживает человек из жизни в жизнь. А можно это делать, пройдя путь погружения в себя, потому что в себе есть все эти знания. Потому что вот этот я, к которому мы приходим по итогу, у него есть опыт всех, абсолютно всех людей. И поэтому вот эти состояния, они сложные. Они, с точки зрения информации, крайне сложные. Потому что, видите ли, когда вы знаете, вот игра еще не началась, а вы уже знаете ее конец, да, то книга перестает быть интересной. И жизнь перестает быть интересной. И вот эта нить интереса, она рассеивается. И во многих случаях ты видишь бессмысленность, например, помогать человеку, бессмысленность объяснять человеку, бессмысленность игры. И мы тоже с этим столкнулись. На самом деле мы очень много задаемся вопросами. У нас есть очень яркие примеры, такие сильные примеры. Возможно, кто-то сейчас себя узнает. Когда мы человеку искренне, действительно показываем, развернись к себе. Ты пятишься задом, ты лжешь себе, ты изворачиваешься, вместо того, чтобы пройти через свой страх и войти в себя. И действительно взять ответственность за свою жизнь на себя. Но человек будет бегать до последнего, скрывая от нас. А иногда, когда это уже не может быть скрыто, все-таки признаваясь, ну типа, ну так это же вот так, ну уже вот я стою на своем, это же я так выбрал поступать. Ну выбрал и выбрал, молодец. Мы тебя не осуждаем, не критикуем, но мы видим, что наша работа не имеет тогда с тобой смысла, потому что ты к себе все равно не поворачиваешься. То есть пытаешься по-любому извернуться в любом варианте. И вот когда видишь бессмысленность вот из этих парадоксальных состояний, вот это, наверное, самое сложное. И тогда приходится возвращаться, делать шаг назад и начинать с более мелких сюжетов, объясняя людям, вот посмотрите, вот здесь для вас вот это нормально. А посмотрите, насколько это нормально. Разве это правильно, да? Нет. Вы вот здесь лжете себе. Я могу приводить маленькие примеры такие. Вот вчера приводили в ролике пример с медициной. Как люди бегут к врачу, человек заболевает. Ну, например, тот же ковид или простудное заболевание. Вот температура поднялась. И человек что первым делом делает? Вызывает врача. Врач дает таблетки, врач полечи меня, врач измени меня и так далее. А ведь зачем температура пришла в жизнь человека? Чтобы он полежал и о чем-то подумал, да? Хорошо, когда это какое-то простудное заболевание, которое иммунитет включается, у человека мозг включается, он полежал, отдохнул, ресурса набрал и тело восстановилось. Но есть заболевания, которые переходят в хроническую форму. И таких большинство. И человек идет к врачу, потом он недоволен врачом, что его не вылечили, не помогли, не-не-не-не. А ведь боль человеку была дана для того, чтобы он развернулся просто вовнутрь, чтобы он изменил направление движения, чтобы он пошел не от себя во внешнюю игру, в объективную, а в субъективную, вовнутрь посмотрел. Вернись домой, вернись к себе. Вот. И когда человек не разворачивается, заболевание уходит в хроническую форму, уже болит постоянно, человек адаптируется к этой боли, с этой болью живет. Вот. Но к себе он по-прежнему не возвращается. Более того, он недоволен врачом, он не находится к нему в состоянии благодарности. И, соответственно, игра не завершается. Любую игру можно свернуть через благодарность. Здесь благодарности нет, игра не завершена. Он будет бегать по другим специалистам, находить лучших, находить лучшее оборудование, находить, мерить себе давление, мерить сатурацию, еще что-то. Он все играет, 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 играет. Ему говоришь, развернись, посмотри в себя, посмотри в себя. Перейди в состояние счастья и благодарности к себе. Просто тупо возьми под видео, сделай практики. Регулярно, три раза в день. И ты увидишь, что ты отключишься от этой игры, у тебя будет результат. Но человек не делает этого. Человек, я не могу, я так болею, мне же надо помощь, спасите, спасите. И уходит, 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 уходит все дальше от себя. Чем дальше он уходит, тем меньше сигнал, тем больше развивается болезнь. И тогда добавляются другие. Уже идут осложнения, уже идут развития игр и так далее. И уже я помираю, спасите меня. Вот. И когда на это смотришь, понимаешь, человек в роли, человек в игре. И без боли он не развернется. Тогда зачем мешать его подсознанию, разворачивать его? Тогда наша работа не имеет смысла. И вот когда мы пришли к этому восприятию, у нас очень сильно изменились взгляды на нашу помощь в ряде заболеваний. То есть есть болезни, которые мы готовы аплодировать и говорить, молодцы. Вы реально помогаете людям. Есть болезни, которые мы понимаем, что можно человеку объяснить, помочь и он вылезет из нее. А есть болезни, которые не надо трогать. И вот это для нас это тоже было открытием. Возможно мы потом придем, что все болезни так. То есть мы еще тоже не дошли. Вот. Но на сегодняшний момент эти все вещи находятся в осознавании и в подсветке людям, что вы идете наружу, наружу. Вернитесь. Вы не берете ответственность. Вы идете от себя, от себя идете. Когда вы возвращаетесь домой, когда вы возвращаетесь к себе, берете ответственность за свою жизнь на себя в любой момент. Ведь миг это вот мигание ресниц. Миг, 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 миг. У нас в любой миг, даже в день и ночь можно не спать, не менять. Мы можем изменить реальность полностью. Мы можем выключить любое заболевание полностью. Мы можем, но для этого надо взять всю ответственность за свою жизнь на себя и осознать, зачем приходила эта болезнь, зачем она была дана. И осознанно управляя своим восприятием, изменить состояние. Для этого надо быть искренним, открытым и вернуться вот к этой благодарности и любви. На самом деле все, все гениально просто. Больше ничего не надо. Когда человек оказывается в этой точке, он может управлять своей реальностью. Посмотрите фильмы матрица. Блин, там эти вещи очень четко показаны. Там они конечно идут с художественным оформлением, но суть, суть можно схватить. То есть люди доходили до этого, осознавали это, приходили к этому. Но это остается недостижимым для общества. Становится выгодно лгать, изворачиваться, обманывать. Более того, многим вещам тем же обману, извороту учат в школе, учат в институте. Учат, учат, учат. И когда смотришь на это, ты понимаешь, мы находимся в королевстве кривых зеркал. Вот он кролик выскочил и убежал в нору. Вот он, вот он, вот он. Алиса в стране чудес. Да, и на самом деле человеку, ему страшно повернуться к самому себе. Он не осознает этого. Того, что именно... Но подсознательно все равно страх. И поэтому в этот страх ему не хочется нырять. Там же, там же будет боль. Там же будет потеря времени, осознания. Потеря жизни, времени в жизни. Потеря обиды. И пошло, и пошло. И все, с чему нас учили, кстати, и в школе. И вообще, да, а как же это тоже... Так я, получается, я же ведь тогда ошибался, и информацию ошибочную изучал в школе, там, да. И это все болит. И человеку поэтому лучше выйти во внешне, и там туда, 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 и подальше от себя. Вместо развернуться, принять это. Да, ну, да, такой. Но я, я хозяин своей жизни. И я буду решать, как мне жить дальше. Вот это тяжело, это сложно сделать. И в парадоксальном восприятии... Это сила нужна. Да, для этого нужна сила, кстати. В парадоксальном восприятии вот эти вещи, они вот так на ладони видны. Ты видишь, где человек... Какая программа является ключевой. Например, у многих людей это отказ от себя, да. У многих людей это ненужность самому себе. У многих людей это ненависть к самому себе, да. Или ненависть к своему физическому телу. Или... Или... Вариантов очень много, на самом деле, вот этих ключевых программ. Но это не просто убеждение, там, которое человек как убеждение умом понял. Да, я вот здесь, типа, я его закрыл, отработал. Нет. В глубинах это целый путь, целый путь в себя. По вот этой дорожке. Это не одно осознание. Это куча рефлексов, это куча инстинктов, это куча реакций, это куча сюжетов жизненных. И вот смотрите, например, ну вот такой маленький пример. Вот человек рождался, да. Например, любой возьмем пример. И во время, например, мать забеременела, и она хотела сделать аборт. Вот она хотела его сделать, но не сделала. И он родился, да. Этот человек родился. И вот он не может простить матери. Он уже заполнял анкеты. Мать его любила. Он просто случайно узнал, что мать хотела сделать аборт. Да. И все. На него это сработало так, что он обида. Обида на мать. Все. Возможно, он не просто узнал, он чувствовал, что что-то не так с матерью. Но мать вложилась в этого человека. Мать там вырастила его. Мать дала ему там образование. Мать там заботилась. И мать его любит искренне. Но вот эта обида, вот она подсознательная. Ведь он же, он был еще тогда эмбрионом. Но вот эта подсознательная обида на мать, она дальше, и он не может простить эту мать. И дальше это сказывается на взаимоотношениях с женщинами, на реализации, на проявлениях человека в жизни, на том, как он себя будет вести в той или иной истории, и так далее. И этой обидой прошивается вся жизнь. Это море сюжетов, да. Но ключом будет, ведь это обида, и этот эмбрион, человек не осознает, что он сам договорился с матерью, сам запросил этот опыт. Сам. Зачем? Потому что много жизней не брал на себя ответственность и манипулировал обидой. И в этой жизни человек много лет тратит на то, чтобы просто тупо простить. И пишет анкеты, но по поверхности скользит и лжет себе. И пишет, там ходит на тренинги и опять лжет себе. И опять лжет себе. По обиде скользит. По обиде скользит. Не может в глубину себя войти. И получается, что при этом происходит? Получается, вот этот вот момент, вот эта программа, она должна была быть осознанной, завершена. Но она растягивается и образуется вакуум. И в этот вакуум катятся аналогичные сюжеты на этой же частоте, где он будет проживать обиду от окружающих, где его будут игнорировать, где, но это уже будут реальные сюжеты, которые поддерживают эту игру, да? То есть, если сюжетная линия, мы говорим, книга будет о том-то, о том-то, о том-то, жизнь будет о том-то, о том-то, о том-то. А дальше идут уже реальные сюжетики. Такий набор. Встретился с тем-то, тот обидел. Встретимся с тем-то, тот не помог. Встретился с тем-то, тот что-то забрал. И пошло, пошло, пошло. Уже пошли шашечки, наборы сюжетов. И человек, так как он растянул вот это прощение, осознание этой обиды, он профукал всю свою жизнь. Просто профукал. Просто профукал. Он то, что ему просто надо было осознать, простить и принять, и открыться, да? Он просто это растянул на всю свою жизнь. И туда уже набросалось столько сюжетиков на этой же частоте, что ему теперь просто прожевать. Но при этом у него всегда есть шанс, опять-таки, это все. В любой момент сказать, стоп, заколебала меня эта игра. Я могу это осознать, отказаться от этого. Но он должен осознать. Но осознать, завершить программу осознанно, без этого не завершается. И когда осознается, у человека действительно, это все происходит вот на этих глубинных уровнях восприятия, когда меняется восприятие, блин, я как проснулся, я вышел из вот этой вот пучины, из этой клаки, да? Непринятие обиды, манипуляции и так далее. Потому что здесь уже наворачивается много сюжетных линий. И когда человек вот это осознает, он может от этого отказаться. Вот он отказывается от этого. И вот в момент отказа, в момент осознавания, у него происходит освобождение от старого сюжета. И у него появляется возможность создать новый. И тогда новый уже создается из этого обновленного момента. Но к этому моменту человек стал другим. Он стал осознанным. У него изменилась реакция, у него изменились отношения с той же матерью. У него изменился полностью сценарий ряд. У него пошла меняться личная жизнь. У него пошла меняться реализация. И все. У него пошло движение к себе. И дальше его сознание начинает создавать, но уже из вариантов, которые хочется, чтобы были без боли. Из осознанных вариантов. То есть мы развиваемся, мы двигаемся либо через боль, либо через осознанность. Почему так происходит? Самый начальный пункт, когда мы входим в игру, мы в игре не можем стоять. Эта реальность постоянно двигается. Мы должны двигаться. И тело должно двигаться. И передышка у нас есть только ночью. Когда мы поспали, и дальше тело зарядилось, как батарейка, побежало снова. Мир крутится. Вокруг нас крутится. А у нас создается иллюзия движения. Но человек ведь этого не осознает. И он может лениться, сказать, ой, мне вот это надо сделать. Но я вот это поручу этому. Я не буду это делать. И потом вот этот сделает. А вот это сделает этот. А вот это сделает этот. И вот эти вот дельты, которые образуются, они сразу предполагают время. Время, так как ты поленился. Вот эта лень вытолкнула. Ты поленился. И в эту лень заваливаются уже на тех частотах, на которых пребывает человек. Всякая ерунда. И потом человек живет вот в этой смеси навоза. Вместо того, чтобы жить в кайфе. И человека для того, чтобы подняться, и он начал что-то делать без лени, сам начал двигаться. У него включается боль. Боль, которая говорит, извини, дорогой. Все равно ты будешь двигаться. Все равно ходилка-стрелялка должна ходить и стрелять. Либо человек двигается, делает и осознает, что он делает. И тогда он может выстраивать новые сюжеты. Но тогда он находится в гармонии. И вот эти моменты, когда ты осознаешь, как это работает, когда ты осознаешь это все целиком и видишь, зачем человеку прибегает та или иная сюжетная линия. Ну вот с парадоксального восприятия оно все оказывается в полной гармонии. И на самом деле этот мир уже спасен. И если человеку нравится вариться вот в этом адовом котле, это его право и его выбор. Но он может создать райский и не котел, а сад. И это тоже его выбор. Это его сознание создает всю реальность. Ничье-то сознание создает реальность. Его реальность существует только в его сознании для него. Вот она лень, либо лени нет. И ты шагаешь сам, осознанно создавая все себе. Либо ты растянул что-то из лени и проживаешь, проложил себе. Но вот этот момент, когда мы говорили, когда человек просто не может услышать и так далее. Вот этот защитный механизм, который не дает человеку включить осознанность, потому что он уже вынес ответственность наружу, он уже распыляется. Он в процессе распыления именно все дальше уходит от себя. И тогда у человека, как защитный механизм от того, чтобы он не слышал подсказки, у него включается тупость. Человек становится просто глухим и тупым. Глухим, он ушел далеко. Он ушел далеко, он не слышит. И ты человеку подсказываешь, а человек хлопает глазами. И вроде бы ты простыми словами говоришь, и простые действия говоришь и так далее. А человек хлопает, не слышит. И реально он сам потом признается в том, что, блин, я туплю. Я реально чувствую себя тупым. И это на самом деле так, потому что мы тоже эти состояния проживали. Мы понимаем, что тупость – это защитный механизм для сохранения лени. То есть если ты даже захочешь выключить лень, вот просто так, то первым шагом ты будешь туп. И вот эта тупость будет мешать тебе начать снова двигаться. Но при этом она скатывает в деградацию человека. Человек оттупляется все больше и больше. Чем больше он ленится, чем больше он… Благодаря, кстати, тупости развивается, как ни странно, программа ума. То есть разум отключается, и вот отключение разума и дает вот этот эффект оттупления. А программа ума начинает развиваться, и она развивает хитросплетение и ложь. И вот эти вот извороты хитросплетения и лжи – это уже отограниченные программы ума в развитии идут. И вот этот блок программного обеспечения, он крайне ограничен. И он обычно из парадоксального восприятия, его даже смешно воспринимает, да, серьезно. А ведь на нем построена вся наука. Представляете? Вот после… Вот уже на этой фразе можно ставить точку, да, и говорить книгу парадоксально. Восприятие в люди выпускать нельзя. Потому что это, да, будет очень, ну, жестко, наверное. Это очень жестко. На самом деле это очень жесткое восприятие, но оно подсвечивает ху из ху. Вот вообще. И все расставляет по своим местам. То есть… И тут будет готов человек это слышать, видеть или не готов? Да, вообще осознавать, насколько он готов себе позволить… Да, он же от этого убегает. Готов ли он себе позволить допустить даже мысль об этом? Не то, что сказать вслух или прочесть в книге, а даже мысль допустить об этом. Потому что в этом парадоксальном там ясность. А готов ли человек эту ясность увидеть? Увидеть через эту ясность самого себя, от чего он бежит? И не осознает даже, что он бежит от этого. Нет, он не бежит. Он все, он честный, он искренний. А там как раз таки все очевидным становится. А король-то оказывается голый. Голый. И вот это вот, голову этого короля ты просто вот раскладываешь и говоришь, подожди, король голый, здесь голый, здесь голый, здесь голый, здесь голый. И это все, это все о деградации. Поэтому книга достаточно сложная к восприятию. И мы вот сейчас над ней усиленно работаем. И параллельно уже с этого парадоксального восприятия мы дописываем вторую часть практики, книга «Инфодайинг практика», где даем практике уже углубленные варианты для того, чтобы человека плотно подвести к парадоксальному восприятию. То есть мы решили, что книга «Инфодайинг практика» будет между глубиной и парадоксальным восприятием, потому что войти в это восприятие, просто прочитав книгу, это будет, ну, наверное, как мертвому припарку. Ну, вообще полностью, да. Да. Объяснила, да. Именно как мертвого припарка. А мы просто смотрим на реальности с зазеркалия, полностью с зазеркалия. Но зато здесь видны причины болезни. И тогда самый главный эффект, который дает вот это восприятие, нету необходимости делить тело на части. Нет необходимости в кардиологах, в отоларингологах, в еще там ологах, да, которые тело делят на части, и каждый обслуживает таблетками свою, да. Тело выглядит как единая система, именно как единый механизм, ну, по подобию, как механизм с часовой заводкой, да, ресурсом на жизнь. И вот этот механизм имеет целостную структуру, и если в нем происходит нарушение по какой-то причине, да, а причины, истоки у всех причин одни и те же, то дальше ты можешь просто видеть, как по стволу дерева идет сок, и куда он не доходит. Опять-таки, какое программное обеспечение мешает туда доходить, и как надо измениться человеку для того, чтобы это дошло. Но в любом случае разворот человека к себе обязателен, потому что вот этот вот путь назад человек должен проделать своими ногами, ты за него не проделаешь этот путь. И поэтому ты осознаешь, что в себя человек, к себе домой человек может вернуться только сам, потому что это возвращение в свой собственный дом, и у каждого свой дом. Но при этом этот дом один, да, по парадоксу. Потому что мы все есть одно сознание. И когда вот эту вот целостность видишь, то осознаешь всю бесполезность медицины, кроме экстренной. Почему экстренная и должна развиваться, и она действительно полезна? Потому что психика срабатывает от трех дней. Именно этот период надо человеку для того, чтобы просто развернуться и включить мозг. Раньше не получается. То есть у человека есть дельта, задержка по времени, для того, чтобы разворачивалась иллюзия линейности времени. Но за это время физическое тело может помереть. Вот для того, чтобы вот это тело удержалось и не померло, нужна экстренная медицина. То есть, чтобы закрыть вот эту дельту во времени, да, потому что психика срабатывает с отсрочкой во времени, где-то, ну, порядка трех дней, даже иногда до двух недель, да. То есть есть дельта. Это в самых вот таких случаях действительно там, где речь идет об экстренной медицине. Возможно, вот я сейчас задумалась, возможно, даже мы глубже зайдем, и это не надо будет. Но пока, пока вот то, что мы видим, вот эта дельта есть в создании иллюзии линейности времени. Вот. Но реально сейчас, получается, идут сложные вещи в осознании. Нам сложно вот с этого восприятия, нам крайне сложно общаться с людьми. Крайне сложно. Но при этом, я имею в виду вживую, но при этом очень легко писать сообщения, например, отвечать, когда человек задает вопрос, очень легко отвечать там в Вайбере, в Ватсапе, там, это вообще просто. То есть еще только читаешь или смотришь номер человека, а уже тебе идет информация о том, какой запрос и на какой запрос надо дать ответ. То есть ты уже практически знаешь ответ, даже не дочитав сообщения до конца. То есть вот эти вещи, конечно, есть. Но опять-таки, это управление восприятием, это способность абсолютно каждого человека, я опять хочу подчеркнуть это, при условии, что он вернулся к себе, настоящему, искреннему, открытому. И находится в гармонии. И поэтому, кстати, сегодня был очень интересный вопрос в Инстаграме. Вот если человек там женился, вышел замуж, там, имеет двое детей, гармония там в отношениях, любовь. Все устроено в жизни. Да, бизнес, все устроено в жизни, ездят регулярно отдыхать, и все хорошо. Этому человеку нужен инфодайвинг или не нужен? И мы даже с Ириной рассмеялись, а на самом деле это точка старта в инфодайвинг. То есть инфодайвинг, это не для травматиков, господа. Это для тех, кто хочет вернуться к себе, для тех, кто хочет получить ответ на вопрос, кто я и вообще зачем я живу. И точка старта действительно в инфодайвинг начинается вот с этих состояний, с гармонии, когда у тебя гармония выстроена в жизни. А до этого это работа по конкретным параметрам, для того, чтобы привести, в эту точку, эту гармонию выстроить. Баланс в этой гармонии. А потом, чтобы уже на этой гармонии начать новую жизнь. Да, не просто новую жизнь, это когда ты осознанно начинаешь создавать свою реальность, а не катиться по готовому сценарию. Просто есть люди, кто хорошо прожил прошлую жизнь, и у них по сценарию вот эта жизнь в гармонии. А есть люди, которые не очень хорошо прожили прошлую жизнь. И если учесть, как сейчас много людей уходят от болезней, да, из жизни, то надо понимать, что вот они уснули здесь, и этот день закончился с болезнью, значит, следующий день начнется тоже с болезнью. Он не начнется чистым и шелковистым, если здесь была болезнь. И пройдет не один день, пока у него перестроится жизнь, и очистится он от болезни. У него сработают вот эти осознания, он изменится, и в какую-то там пятую, десятую, двадцатую жизнь, да, приходит уже более-менее со счастливым сценарием, потому что он это осознал, потому что он эти жизни, говорят, отмучился, да. На самом деле надо осознать, что здесь рай. Вот здесь рай. Вот это тоже, кстати, растяжение во времени. Причем растяжение на несколько дней или на несколько жизней. И ты тянешь, как дурак, вот в это одно и то же, то, что ты можешь уже сбросить. А ты тянешь, и еще больше накапливаешь, накапливаешь. И тянешь несколько жизней, и все больше закапываешься в это болото. Вместо того, чтобы прямо здесь вот осознать, все осознать и начать жить, жить с себя искренней, чистого, открытого, без лжи, без лени. И вот это тоже осознание, когда мы пришли к парадоксальному восприятию, которое пришло, мы можем сейчас четко сказать, почему в жизни книг, действительно книг по вот этим глубинным восприятиям не было выпущено. То есть есть книги со знаниями, вот доступ к знаниям есть же постоянно у людей. То есть из жизни в жизнь человек приходит, у него есть доступ ко всем знаниям, но он ими не пользуется. И тут можно отсылать к древним ведам, еще к чему-то, к золотым пластилам на Мхарате, к чему угодно. Но на самом деле то, что мы говорим, да, оно было описано когда-то. А потом огромный перерыв во времени, когда это не описывалось. И в современной литературе это не могло быть описано, и в науке, и в религии это не могло быть описано. А если и описывалось, то вот, наверное, на уровне первых наших трех, максимум четырех книг, а дальше ставился гриф секретно и убрать от людей. И мы это абсолютно четко понимаем, почему это было невозможно. Потому что при исследовании психики, при погружении, ты проходишь несколько блоков погружений, отдельно на отсознание. Мы даже название дали нормальное сразу этому. Отдельно на отсознание, отдельно подсознание, отдельно глубина. Это там, где очень сильно меняется восприятие. Отдельно восприятие меняется в коллективном, как захват идет. И отдельно, но это часть, коллективная есть и в надсознании, коллективная есть и в подсознании. И отдельно надо рассматривать, вот именно это парадоксальное восприятие в точке. Почему? Потому что, когда ты, например, проходишь по надсознанию, там идут более упрощенные образы, и это все очень сильно привязано к объективному восприятию. Такой плавный переход. Когда ты переходишь в подсознание, информация настолько жесткая и сложно меняется, что, например, вторую нашу книгу, черную, ее сложно читать после белой. То есть она обрушивает, и у человека мозг закипает, он не может это читать. И к подсознанию люди возвращаются уже после коллективного бессознательного. Потому что, вот когда уже коллективное прочел, более-менее в голове разложилось, человек возвращается ко второй книге. А правильный порядок, вторая книга стоит на втором месте, не на, получается, пятом. И вот эти вот вещи, когда осознаешь, понимаешь, что вот каждая книга, она очень резко меняет восприятие, информацию, если человек синхронно еще и грузится и работает, он видит, что совсем по-другому берется информация. Совсем другие психотехнические базы, совсем другие психотехнические базы по работе. И когда приходишь в парадоксальное восприятие, вдруг оказывается, если бы тебе хотя бы одного элемента не хватало, то ты просто сюда войти не можешь. И опять-таки приход в парадоксальное восприятие идет крайне медленно. То есть, я так понимаю, наша психика заботится, чтобы и у нас все было хорошо со здоровьем, с взаимодействием с коллективным, с объективным и так далее. Поэтому вот эти моменты, конечно, мы все описываем в книгах. Мы смогли в моменте здесь и сейчас все записывать. И это мы смогли, потому что мы работали вдвоем. Если бы этого не было, вот сегодня с нашего восприятия написать эти книги заново уже невозможно. То есть, уже даже вспомнить надсознание в том варианте невозможно. Дать тренинги по надсознанию уже невозможно, потому что восприятие другое. Можно, но для этого надо войти в то восприятие. В то восприятие войти надо будет время на адаптацию. То есть, это не по щелчку пальцев, это надо вернуться в ту точку. Да, мы писали в моменте, шла информация, мы писали. Мы не создавали дельты. Потому что сейчас, если бы не было этого, мы сейчас бы не смогли бы написать то, что уже дельта. А на этой дельте уже много было искажений, много чего было. Даже не искажений, а мы, возьми книгу, даже подсознание, это мы ее писали в прошлом году. Да? Правильно, в прошлом году. А с тех пор, если бы мы ее не писали, вот эта информация пришла, вот на данный момент у нас же уже очень много, смотрите, сколько написано книг, а это было и все бы не написано. А сейчас писать, то уже вот это вот все вместе, оно бы уже не легло в ту гармонию, именно последовательности. Уже была бы путаница. Мы это дело еще поняли, когда мы давали книги, получалось, у нас книги выходили из коррекции, потом из верстки, потом мы смотрели, в них есть еще ошибки, уже корректор отработал, и мы давали людям пробовать еще посмотреть, кто как бы откорректировал. И вы знаете, обратная связь мы убрали всех людей, и это делает наша Ирина Зайцева. Большой ей респект и уважуха. Спасибо ей. Она идет синхронно с нами в ногу. Наша команда все-таки это доделает уже самостоятельно. Почему? Потому что человек, который не в теме, не как наш корректор, который начал с первой книги, вместе с нами идет, и вместе с нами управляет своим восприятием, хотя человек вообще не был в теме до знакомства с нами. Точно так же наша Ирина, которая идет и корректирует, потому что когда свежие люди пришли, они полностью меняют суть. Они не улавливают суть. И суть размазывается и теряется. Мы с Ириной даже говорили, что вот эти первые издания, они содержат то, что мы хотели сказать. А потом, когда они будут переиздаваться, будут новые профессиональные корректоры, которые расставят свои знаки припинания, которые изменят Е на Ё или Ё на Е. А здесь пока чистая информация, чистая, которую мы получали вот в паре, вдвоем мы получали, и в моменте здесь и сейчас ее записывали. И благодаря этому мы знаем, что мы вытянули наружу невероятные глубины. Ящик Пандоры мы просто распотрошили, выдали в эфир. И еще одна причина, по которой эти книги не могли быть написаны и отданы в люди, это власть. Вот прям открыто говорю, это власть. Потому что эти книги дают бесконечную власть и бесконечный эшафот. И вот этот момент пройти без него, без осознавания, ты не войдешь в парадоксальное восприятие. Никогда в жизни. А пройти этот момент, это такая глубина проработки тебя по этим параметрам, это такое осознание сатаны в себе, это такое осознание глубины и теневой части в себе и распотрашивание силы в себе, именно силы своего силового потенциала. Что здесь уже фильм «Матрица» остался в прошлом. И на сегодняшний день, я не знаю, у меня почему-то есть ощущение, что со временем Голливуд подхватит эту тему, но на самом деле, если у человека есть желание вернуться к себе искрененному настоящему, то он все эти моменты пройдет. Так вот, самый сложный момент, это вот осознание власти, полное осознание власти. И осознание ее ненужности. Именно. Вот это. И нужность. По парадоксу. По парадоксу. Там в парадоксальном восприятии это все выглядит не так. Это все выглядит… Те игры, которые мы наблюдаем сейчас, это просто ржака. На самом деле, эта игра написана с великолепным чувством юмора, со Стёбом, игра под названием «Жизнь», со Стёбом, и ты везде видишь это величие игры, этот юмор и вот эти состояния именно детской радости, шаловливой радости, кой мы прошито, вообще каждый момент создания реальности. Они просто вдохновляют. И вот с парадоксального восприятия, когда ты видишь, то ты над многими вещами просто ржешь, а человек даже не понимает, чего ты ржешь. А на самом деле просто ты понимаешь вот эту подоснову. Ты ее осознаешь даже, не понимаешь. Здесь программа «Ума» немножко не ту функцию выполняет. Вот. Поэтому вот как-то так. Вот так двигались у нас написания книг, и мы продолжаем двигаться. Кстати, скоро по чату «Умам» будет вторая книга, готовится у Александра Зайцева. А у нас с Ириной готовится переход на работу. Мы сейчас очень плотно работаем с людьми в возрасте. То есть мы осознаем их ценность. Важность. Ценность людей за 50-60. Именно ценность. То, что сейчас теряет общество, и они уходят от ковида раньше времени, и вот этот слой от 50 и дальше, он оказывается для общества настолько жизненно важен. Он и ценный. И его опыт невероятно жизненно, важен для развития общества. И этот слой сейчас теряется. И мы сейчас уделяем внимание работе именно вот с этой категорией людей. У нас сейчас основное количество заявок идет от этой категории людей. И самая эффективная работа сейчас идет с этой категории людей. Мы ушли от детей. То есть мы раньше с детьми больше работали, и нам было это интересно. А потом наш интерес сместился, потому что мы осознаем важность вот этой возрастной категории для общества. Не для них самих. А именно для общества с другого масштаба восприятия потеря этого слоя в обществе грозит еще более ускоренной деградацией общества и приходом новых болезней. И тогда ковид будет детским лепетом. Потому что все в этом мире целостно. Абсолютно целостно. Поэтому мы какие-то вещи сейчас исследуем, изучаем. И, наверное, у нас... Видите, это уже стало видно только с парадоксального восприятия. До этого как-то возрастной слой был не ценен. Были цены дети. Как бы мы заботились о будущем. А когда мы пришли в парадоксальное восприятие, мы увидели, что дети – это уже последствия вот этих вот людей, вот этого опыта, вот этих знаний, не отжатой информацией, неосознанной и так далее. Казалось бы, наша жизнь зависит... Ну, это на самом деле так. От детей, да? Чем... Дети – это наше будущее, да? Так вот, возраст от 50 и выше, это как... От этого зависит наше физическое тело. Ну, это вот, если так говорить. Это вот прямо пропорционально. Какими придут дети? Прямо пропорционально. Да. Какими придут дети? Придут ли они больными? Или придут они здоровыми? Сегодня это прямая зависимость. Потому что те, кто сейчас имеет 50-60 лет, 70-80, да, они скоро придут. Вопрос, в каком теле они придут. С инвалидностью или без. Потому что заболевания идут вперед и трансформируются в новый вариант. Блин, когда вот видишь эту целостность и эту парадоксальность, иногда хочется просто молча сидеть и работать. Так и есть. Так и есть. Поэтому мы на самом деле молча сидим, работаем, работаем. Вот наделали консультации, да, кучу, опять-таки, для книг сделали, ролики, все, вот наделали кучу работы. Сейчас запишем этот подкаст и снова пойдем работать в загрузку. Потому что все это просто молча делаешь, потому что видишь, как это все реально работает и как эту махину тяжело перевести на другую страну. Но, наверное, есть и легкие варианты. Мы просто до них еще не дошли. И нам интересно дойти. И на этой прекрасной ноте мы завершаем этот подкаст. Если вам интересны книжки наши, заказывайте. Если вам интересны курсы, приходите. В понедельник у нас будет офигенное практикум, именно практикум двухчасовой. Он называется силовой потенциал. И людям, у кого есть, особенно если есть проблемы с позвоночниками, с грыжами, с ущемлениями нервов, с неправильным расположением внутренних органов, и, 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 и... Да, по сути, там все от этого. Да все, все остальное потом вытекает из этого, да. Вот вам просто на этот практику показано. Для того, чтобы увидеть целостно, как это все работает. Потому что это о силовом потенциале человека. Он есть в каждом человеке, этот силовой потенциал. И для того, чтобы его раскрыть, не надо бегать с бубном вокруг дерева и призывать стихию огня, воды, еще чего-то. Это сумасшествие. Осознать. Его просто надо осознать. А вот это сумасшествие и выкинуть. И не вспихивать ответственность за свои болезни. Народ, на карму, еще на кого-то, на прадедов, пращуров, родителей, там кого угодно. На медицину тоже. На медицину тоже самое. Да верните ответственность себя, раскройте свой силовой потенциал и скажите, стоп, когда я стану человеком, перестану быть этим жуком-скоробеем, навозником, блин? А название-то какое? Скоробей, да? Навозник. Когда я перестану быть навозником, когда я стану человеком, мозг включу и начну думать, что я делаю. И тогда все будет честно. А во вторник, в среду и в четверг у нас курс. Курс, да, «Не могу простить» называется. Это, вот вы знаете, это курс реально. Мы ржали, когда его сразу ставили. Сперва мы его планировали с Ириной простым, да, чтобы помочь тем, кто никак не может сесть заполнять анкеты. И мы понимали, что мы с вами анкеты заполнять точно не будем. Мы вообще не будем к ним никак относиться на этом курсе. Курс будет совершенно другим. И мы с Ириной ржали и говорили, ну это же ленивые люди, ленивые. Вот они сейчас ленятся это сделать, что мы за них будем делать. А потом мы ржали, ржали и доржались. На самом деле мы поняли, а почему бы нет? Почему немножко не изменить психотехническую базу? И вот для ленивых, видите, как у ленивых бывает? Лень, двигатель, прогресс. Они просто так говорят. Либо человек все-таки через боль будет двигаться, да, либо коллективно отреагирует и придет к нему навстречу. В данном случае мы пришли навстречу и сказали, ребят, если у вас действительно уже с головушкой вашей не очень, потому что лень вообще завладела всем телом и мозгами тоже, ну значит, мы можем предложить вам помощь. но когда мы начали вникать в тему глубже, мы осознали, что здесь может быть и не помощь, здесь есть и знания, прямые знания, здесь есть глубина, здесь есть осознание, здесь можно так встряхнуть человека, что действительно жизнь очень быстро станет другой, потому что здесь встряхиваешь его, вот знаете, вот так взял за шкирку, так, как коврик, и вытряс, и вытрясается очень много оптом. Поэтому вот это мы будем делать последующие три дня, но мы сейчас запишем отдельно программу. И возьмем даже эту выбивалку. Выбивалочку. Поэтому, если вам интересно, подключайтесь. В конце концов, инфодайинг не интересен только тому, кто не интересен сам себе. Инфодайинг – это про самого себя. До встречи, друзья! До встречи!